Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. Московское время. 14 часов 4 минуты. Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Программа «Лучшие в стране» пятничный выпуск. И сегодня у нас интереснейший гость. Внимание! Графолог, клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель Центра изучения почерка, преподаватель института графоанализа Инессы Гольдберг и преподаватель образовательного центра Сити-класс Лариса Трегваль. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Рома. Всего ли я перечислил? Или, может быть, что-то еще есть в большой перечне? Конечно, есть еще. И много чего можно перечислять, но этого достаточно. Итак, Лариса, оказывается, почерк может рассказать все о человеке. Может рассказать все о психологии человека. Потому что человек – это вообще очень многомерное, скажем так, явление. И, конечно, именно благодаря почерку мы можем понять, что происходит больше внутри, в душе, в человеческой психике. Где это применяется? Это спецслужбы? Это где-то еще... Ну, первое, что приходит на ум спецслужбы. Теще изучает будущего зятя. Где вот расскажите это все? Вот везде, где вы перечислите и где вы придумаете, везде можно использовать. Потому что наука о человеке, она настолько многогранная, ее можно использовать в любых задачах, и повседневных, и в том числе теоретических. То есть применение графоанализа, оно многомерно. Как вы к этому пришли, расскажите? Я к этому пришла как психолог, в первую очередь. Потому что я всегда искала метод диагностики, который позволяет, знаете, посмотреть так глубоко. Вот прям до сути докопаться. И это как раз графология. И это как раз графология. Ничего себе. Оказалось, да. Подождите, но люди же могут как-то что-то поменять в своем почерке, если хотят понравиться или не понравиться, или что-то вот с возрастом происходит. Бывает такое? Почерк меняется, естественно, так же, как меняется человек. Но сознательно изменить человек в почерке может только пару элементов. Мы не можем свое внимание сосредоточить на изменении очень большого количества параметров. А почерк, он имеет множество параметров, их соединений, их сопоставлений. И, соответственно, как бы мы ни хотели изменить, мы его сознательно не сможем никогда. Дорогие друзья, как с этим почерком жить, как его прочитать? Сегодня в сети-классе вы можете узнать и спросить у Ларисы лично. Да, сегодня мой мастер-класс. В 7 вечера. Можно прийти и, конечно же, послушать мастер-класс, освоить немножко этот метод. Сколько он длится? Он длится 3 часа. Что дает мастер-класс? Вот основные такие понятия. Во-первых, естественно, такая вводная, хорошая, правильная, я бы сказала, научная вводная в анализ почерка. Что это такое? Основные какие-то положения. Да, как современно сейчас, современная наука оценивает вообще почерк. И откуда он берется, как наш мозг, его активность влияет на письмо. Почему мы пишем именно так, а не иначе? Ну, естественно, о себе узнать. Естественно, все хотят это. И, естественно, я в конце мастер-класса разрешаю показать свои записи и провожу небольшие такие консультации. То есть вы немножко в конце мастер-класса каждому участнику про него самого рассказываете, да? Про него самого. И иногда приносят записи своих детей, своих родственников. Вопросы, прям с вопросами приходят, спрашивают, вот что здесь, как здесь. Поэтому, да, в конце мастер-класса еще и консультации. Дорогие друзья, было бы глупо не воспользоваться, когда пришел к нам настоящий графолог, психолог. И поэтому кое-кто из коллектива страны ФМ тоже решил вот несколько строк написать. И до конца часа мы попросим Ларису как-то охарактеризовать наших коллег. С удовольствием. Я, кстати, тоже там написал. И, значит, в течение одного мастер-класса, в течение одного дня можно себе уже узнать, или это какой-то курс? Это небольшой мастер-класс, три часа, ознакомительный. Именно первое такое вхождение в эту очень большую и непростую тему. Но я так саккумулировала эти знания графологические, что все-таки первичные какие-то навыки для анализа почерка я даю на этом мастер-классе. И в первую очередь мастер-класс посвящен пониманию своих собственных способностей, где себя лучше применить, в какой сфере деятельности. Приходит на мастер-класс много людей, которые занимаются подбором, оценкой персонала. Им тоже будет полезно для того, чтобы, глядя на почерк соискателей, понимать, какие сильные стороны есть у этого человека и как лучше ими воспользоваться в рамках своей профессиональной деятельности. То есть, если начальник отдела кадров кого-то хочет найти, ему не грех прийти к вам на мастер-класс и кое-что узнать, правильно? Конечно, и приходят. Все, друзья, берите на вооружение. Очень скоро мы вернемся, пока же музыка. Друзья, чтобы вам легко было прочитать человека, взяв в руки написанную им какую-то строчку, мы сегодня разговариваем с графологом Ларисой Грегваль. У нас в гостях здесь, в программе «Лучшие в стране». И, кстати, вечером у Ларисы будет мастер-класс в сети-классе. Все подробности в интернете. Начало в 7 вечера. Места еще есть, кстати? Можно записаться. Можно записаться. Но вообще раз в месяц набирается группа, и мы проводим мастер-класс на 3 часа. С 7 до 9. Нет, до 10 получается. Да, до 10. Хорошо. Если вы хотите, например, если работаете в отделе кадров и думаете, как бы нам нанять хорошего специалиста, чтобы честный еще человек был, тогда вот можно изучить графологию и как-то понять это. И разобраться в человеке. Что вот в почерке показывает, что человек действительно и способный, и человек, например, как личность хорошая, и как сотрудник тоже он прилежный. Вы знаете, наверное, самое главное, что нужно оценить в потенциале человека, это его желание жить, развиваться, стремиться куда-то. Вообще вот это вот стремление к развитию, это, наверное, самый важный показатель вообще личности. И это, наверное, самое главное, что мы отслеживаем в почерке, потому что это и есть потенциал. Это и есть потенциал. И если мы говорим про почерк, то такой потенциал, именно потенциал к активности или к проактивности, как сейчас говорят, к развитию, к устремлению куда-то, это всегда... Сейчас объясню, наверное, вот очень, очень так, на пальцах. В почерке есть, как и в жизни, есть форма, а есть движение. Что такое движение? Это жизнь. Это жизнь. Мы живем, мы развиваемся, мы двигаемся. То есть вы в этих буквах видите какую-то энергию... Энергию и насколько человек двигается или стоит на месте. А форма, что такое форма? Это зафиксированность. Это фиксация на чем-то одном, на консервативном и сохранение того, что есть. Так вот в почерке форма — это выписывание буковок, а движение — это беглость. И вот эти два понятия, два показателя — форма и беглость, они всегда в почерке между собой спорят. Чего будет больше? Будет больше беглости, движения или будет при этом больше выписывание буковок? Наверное, видели красивый медленный каллиграфический почерк. Что это значит? Это образец фиксированности на форме, застревания в своих консервативных установках. То есть это такой почерк чиновника какого-то далекого уже сейчас времени, да, когда записывали так все каллиграфически. Или исполнителя, да, у которого есть рамки, есть формуляры, есть обязанности, да, конечно, он ходит, их выполняет, но с точки зрения потенциала внутреннего, личностного, там нет развития. То есть самые творческие люди, получается, у нас врачи. Ну, не самые творческие. Да, вот вообще творческие люди, они пишут очень бегло, у них действительно летит, и буквы летят, и движение летит, и все это как-то развивается. И, конечно, от этого немножко страдает, а может быть и сильно страдает читабельность. Такой почерк может показаться небрежным, где-то неаккуратным, кому-то вообще непонятным. Но за этим часто действительно скрывается то, что человеку важно находиться в этом драйве, в движении и в активности. Друзья, мы очень скоро вернемся. Оставайтесь в компании «Страна-ФМ». Лариса Дрыгваль сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Спасибо команде «Браво». Друзья, вы слушаете и смотрите «Страну-ФМ». Вы еще не просмотрели наше общение с интереснейшим человеком. Лучшее в стране продолжается. Лариса Дрыгваль у нас в гостях сегодня. Графолог, клинический психолог, кандидат психологических наук. Человек, который умеет просто взять листочек, на котором вы что-то написали, и все про вас рассказать. Несколько сотрудников «Страны-ФМ» взяли, да тоже написали несколько строчек. И сейчас вот Лариса расскажет об этих людях что-нибудь такое интересное, что, может быть, они и сами-то о себе не знают. Давайте попробуем. Давайте. Конечно, кратко. В рамках нашей программы. Почерк несет в себе психологически больше мужского начала. Давайте немножко покажем его на камеру. Может быть, камера подхватит сейчас. По почерку можно определить психологический пол, женский или мужской. То есть каких больше черт у человека, женских или мужских. Здесь больше мужских черт. Мужских. Да, это молодой человек. И пол, кстати говоря, возраст по почерку тоже можно только психологически определить. Сколько там ему? Ну, до 30 лет. До 30 лет. Это по психологическим показателям. Хотя, может быть, и больше, и старше по биологическим. Я не знаю. Но он молод душой. Он очень творческий. Буковки у него подскакивают, подпрыгивают. В полете находится. Почерк живой. Но при этом с прямым наклоном. Это говорит о том, что он ищет новые возможности. Его очень завлекают новые идеи. И он сам готов их генерировать постоянно. Прекрасно. У него прекрасное чувство юмора. Прекрасно. Но у него прямой наклон. И он все-таки много думает. И здесь много интеллектуала. Интеллектуального начала в том числе. Поэтому он не такой уж и поверхностный, как кажется, может быть, поначалу. Вот. Чего можно ему пожелать. Давайте, давайте, конечно. Он очень любит начинать, но не любит заканчивать процессы. Он загорается новыми идеями. А вот доводить до конца результаты получать. Вот на результат он уже не очень нацелен. Все, все понял. Друзья, это ведущий программы «Территория машин» Максим Колесников. Спасибо, спасибо. Так, наш следующий участник. Так, это вот как раз можно сказать, что психологический пол здесь больше женский. А возраст психологический тоже молодой. Тоже молодой. Я бы ее охарактеризовала девушка. Так. Девушка. Девушка обладает тоже хорошими способностями, но больше в эстетике. Она может красиво, ну, как бы, одеваться. Я ее вижу достаточно такой эстетичной и следящей за собой. И она вообще обращает внимание на то, как люди ведут себя. В общем, модница такая, да? Ну, в принципе, да. И у нее это получается, и она может даже заниматься дизайном. У нее есть способности к дизайну. Что здесь еще хорошего? Она амбициозная, она прям тянется кверху. Видно, как она хочет вырасти, как она хочет чего-то такого достойного, занять такое место. И вообще ей хочется какой-то глобальный проект в своей жизни. Прям мечтает об этом глобальном проекте. Что и посоветуем. Посоветовать ей надо чуть больше смелости открываться. Это, друзья, Лиза Калинина, ведущая страны ФМ. Есть еще несколько вариантов почерков, о них мы поговорим чуть позже. Если вы тоже хотите узнать что-то о себе, тогда приходите к Ларисе в Сити-класс сегодня вечером. И, кстати, что-то тоже узнаете, правильно? Конечно, обязательно. Так, есть еще у нас минуты, давайте вот еще третий вариант. Здесь тоже больше женского начала, но я бы сказала, это более зрелое уже начало. Зрелое, да? Женщина, которая все-таки не девушка уже. Ну, психологически я опять же говорю. Хорошо. Но она мне очень импонирует. Я сразу сказала, что вот из всех она мне очень импонирует своим правильным отношением к жизни. Хорошо. Она оптимистка. Хорошо. Она как-то сохраняет, умеет сохранить себя, она с ней интересна, и вообще она способна и организовать, и увлечь. Я бы вот что ей посоветовала, это немножко со своими прошлыми какими-то переживаниями уже расстаться. Есть некая такая здесь темка, когда она уходит в прошлые... В прошлые жизни. В прошлые жизни, да. Понятно, хорошо. Стоит уходить от этого. Друзья, это массовичка-затейница, ваш покорный слуга. А, здорово. Все. Все, я вас поняла. Спасибо, спасибо. Лариса, кстати, что вы скажете, у нас еще один есть вариант, об этом мы поговорим чуть позже. Да, да. А вот есть такое увлечение каллиграфией. Как вот оно влияет на личность, как личность характеризует об этом? Что вы можете сказать? Каллиграфия, наверное, это не совсем графология, не совсем почерк. Как бы здесь не надо путать. Каллиграфия — это искусство. Сродни как художественные художники. Они тоже занимаются рисованием, изображением своих чувств, своих мыслей. Каллиграфия — это тоже искусство. Но если мы рассматриваем каллиграфию именно с точки зрения написания почерка... Вот об этом мы поговорим чуть позже. Давайте чуть позже расскажу. Сейчас музыка. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите пятничный эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Программа «Лучшие в стране». Лариса Дрэгваль, графолог у нас сегодня. Мы тестируем наших сотрудников, в том числе вот я вот как раз под тест попал. И очередной у нас претендент. Давайте о нем несколько слов, Лариса. Да, этот человек любит быть в центре внимания. Здесь много демонстративности. И вообще он любит немножко... Тоже на камеру выводить. На показ свой индивидуализм выставлять. Так, хорошо. Все сказали «да», а он почему-то говорит «нет». Вот у него есть такая манера поначалу сопротивляться. Но это интересно. С другой стороны, почерк-то живой, очень гибкий. Я бы сказала, что он как бы чуть-чуть провоцирует всегда людей для того, чтобы оживить их и раскрыть... Катализатор такой. Да, да, да. И раскрыть их истину. Понятно, отлично. Поэтому, если вот он тоже... Это мужчина, да, получается? Да, это больше мужского здесь. А по возрасту Ларис Скорфичу? Ну, достаточно взрослый уже по возрасту. Дядька такой уже состоявшийся, да, получается? Уже состоявшийся. У него уже, да, характер есть свой. Внуки. Его сложно переделать, если честно. Понятно. Все, уже человек, который... Его сложно переделать. Хорошо. А что мы ему посоветуем, Ларис? Вы знаете, советовать в данном случае мне, наверное, сложно что-то. Я бы сказала, что если у него перепады настроения, ему надо, ну, может быть, как-то последить за... Не перерабатывать, то есть вовремя отдыхать. Беречь себя, да? Беречь себя чуть-чуть. Режим дня. Да, 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 да. Вот чтобы не было этих эмоциональных всплесков. И все это, друзья, мы адресуем Никите Некрасову. Все, надеюсь, что он сейчас смотрит, слушает «Странной ФМ». Интересно. Да, ведущий нашего телерадиоканала. А вообще писать сейчас надо, не надо? В общем-то, как-то уже время-то электронных устройств, гаджетов. Сейчас писать надо, вот как раз наоборот. Сейчас время писать, я бы так сказала. Почему? Почему? Потому что, когда мы пишем, на самом деле есть обратная связь. То есть в этот момент активен наш головной мозг. Причем он активен настолько, насколько он вообще не может быть активен при других наших, ну, нашем поведении. Вот смотрите, когда мы пишем, у нас включается в этот момент практически, задействуется в этот момент практически весь головной мозг. Это и лобные доли, и височные, и затылочные, и идет, ну так, уйду немножко в физиологию. Давайте. Да, и в этот же момент у нас согласуется работа левого и правого полушария, потому что навык письма, он очень сложный на самом деле. Сложный навык. Но учиться писать сложно. Сложно координированное действие такое. Да, это скоординировать все нужно. Более того, когда мы пишем, мы не просто слова пишем, у нас возникают образы, у нас возникают воспоминания. Это все активизирует определенные зоны головного мозга, и они работают в совокупности. И они у нас начинают действительно столько нейронных связей создавать внутри, да, наш головной мозг настолько начинает работать активно, что мы, когда пишем, действительно мы по-настоящему творим, мы по-настоящему все переосмысляем. В этот момент действительно у нас приходят гениальные идеи, если кому они нужны, надо много писать. И в этот же момент идет отработка наших эмоциональных переживаний, чего тоже сейчас мало. Мы глотаем обиды, мы какие-то стрессы переживаем и все это игнорируем, но наша память эмоциональная, она засоряется, вот это зашлаковывается. Оперативная память. Да, этими эмоциональными переживаниями, после чего у нас нарушается сон, у нас изменяется вообще функциональное состояние. Наступает стресс и депрессия. Стресс и депрессия. Чтобы этого не было, нужно профилактику делать. Обязательно ли писать нецензурные слова, если что-то переполнит? Что хотите, то и пишите. Вот вы начинаете переживать, возьмите ручку, возьмите бумагу, и вот все, что вы думаете по этому поводу, что вы чувствуете по этому поводу, напишите. Это самый лучший психотерапевт вообще. Люди, которые в общественных местах пишут разные слова, а у них что внутри? Я думаю, тоже их переполняет эмоциональное состояние, которое они хотят выплеснуть. Вот не зря же подростки граффити занимаются. Им негде просто выразить себя. Как только закрылись дома пионеров, как только перестали работать какие-то творческие стулы, конечно, им же нужно как-то себя самовыражать. Целое искусство на этом фоне выросло. Граффити — это самовыражение подростков. Но так и взрослым людям также нужно самовыражаться. Поэтому писать нужно обязательно для здоровья, для долголетия, для сохранения памяти, для того, чтобы не наступил у нас ранний Альцгеймер, для того, чтобы к тонусу мозга, естественно, нужно писать как можно больше, как можно чаще. Лариса, вопрос такой. А что писать, если нет мыслей? Вот сел вечером, как день прошел, или о чем писать, или себе любимому письмо написать? Вы знаете, главное — начать. Вот поначалу, может быть, знаете, пропадают все мысли. Есть такой эффект, даже в психотерапии, когда клиент приходит к психотерапевту, я работаю тоже с клиентами, начинаешь задавать вопросы, он говорит, у меня ни одной мысли нет, все мысли разбежались. Здесь так же. Нужно просто чуть-чуть подождать и начать хоть что-то писать. И потом как потоком пойдет, потоком пойдет. Может быть, не первый вечер, может быть, это будет на второй день, на третий день. Лариса, у нас потоком идут хорошие песни. Давайте-ка послушаем, посмотрим одну из них без промедления. Здесь в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Лариса Дрегваль сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Дорогие друзья, можно не просто что-то там где-то щекотать, можно заняться делом, можно развиваться, можно взять да написать что-нибудь. Все, мы сидим в компьютерах, клацаем по клавишам. Конечно. А надо взять ручку да написать. И написать. А рисовать вот надо? Расскажите, Лариса. Если рисуется, то можно и рисовать. А что по рисункам можно понять? По рисункам. Вы же, может быть, изучаете что-то или не изучаете у себя вот на курсах? Да. Людей просите, может быть, что-то нарисовать, чтобы понять. Прошу, вообще занимаюсь проективными тестами. Проективные тесты — это очень тоже глубинные тесты, которые вскрывают нашу личность изнутри. И всегда я люблю ассоциативные тесты. Например, есть точка, и к ней надо что-то пририсовать. И каждый человек к ней пририсовывает своё. Это тоже вскрывает отношение человека вот к этому стимулу. И по этому отношению, то есть по рисунку, очень многое можно рассказывать. Чаще всего что пририсовывают? К точке? Да. Вообще точка, она не просто точка, с точки зрения психологии. Точка — это центр. Это начало-начал. И если рассматривать её даже архетипически, то есть всё началось с точки. Потом начали делиться, делиться, делиться атомы, молекулы, и уже формируется что-то более целое. Но всё начинается с чего-то очень маленького, вот с этого начала, точечного. И точка, на самом деле, в рисунках — это как эго, это я, это начало меня. То есть с чего начинается... Я в этом мире. Я в этом мире, с чего начинается отчёт. Меня в этом мире. И все люди по-разному этот отчёт рисуют. И человек уже пририсовывает этот мир, который он видит. Да, который вокруг него, вокруг этой точки. Если, друзья, хотите узнать больше, сегодня приходите в Сити-класс на мастер-класс Ларисы. Да, это, конечно, интересно. А как бы нам вот, так как мы не все сможем прийти на мастер-класс, понять в общих чертах? Если человек, например, пишет крупно, размашисто, это получается человек смелый, который куда-то торопится по жизни, и человек, который многого хочет добиться. Ну, в общих чертах. Крупно, размашисто, я бы ещё добавила более бегло и с нажимом, потому что, знаете, по двум-трем параметрам ещё мало что можно сказать. А вот когда ещё добавить параметров, уже обрисовывается более полная картина. И вообще в почерке, по почерку мы не смотрим по одному единому элементу, мы не делаем выводы. Это всегда сопоставление признаков, например, крупный, а какой он ещё, широкий или узкий, имеет большое значение. Да. Он вправо наклонён, или влево, или прямо, это большое имеет значение. То есть вот эти все параметры отдельные почерка, это как обстоятельства графологические, в которых всё проявляется. Ларис, а какого человека ни в коем случае нельзя брать на работу? С каким почерком, расскажите? Ну, таких нет, потому что сколько работ, столько людей, да, сколько задач, столько людей. Ну, например, на руководящую работу, да, если у него там несколько человек в подчинении. Давайте так скажем, какому человеку будет сложно руководить, с каким почерком. И людям, которыми он будет руководить. И людям, которыми он будет руководить, да. Это будет почерк, у которого мелкий, очень мелкий размер. Потому что размер имеет значение, размер – это как размер эго. То есть насколько человек может себя показать и насколько влиять на других. имеет значение в размер, имеет значение. Если почерк будет медленный, вот то, что я рассказывала, руководитель, он должен быть в жизни, в жизни коллектива, в жизни, там, где-то в жизни вообще того, чем они занимаются. Быть мотиватором процесса. Поэтому, если он мелкий, да еще и очень медленный, выписанный, каллиграфический какой-нибудь, да. Это зашоренный такой человек. Очень зашоренный, да закрытый еще мелкий, да еще и не доверяющий никому. А если еще с левым наклоном, то уже пошли вот такие усугубления. А, кстати, левый наклон, что в почерке рассказывает о его повторении? Как общая тенденция, левый наклон — это проявление такого отношения к жизни у человека, когда он всегда несколько сопротивляется более тому, что здесь происходит. Мейнстриму какому-то жизненному, да? Да, да. У него всегда есть потребность Идти против течения. Да. Стать против течения слегка или сильно. Человек — революционер такой. Где-то да. Другое дело, иногда это бывает в плюс, потому что у него есть такая, например, должность, он должен как-то чуть-чуть действительно быть новатором. Быть новатором, да, и проявлять себя инаково. А где-то это может тормозить очень здорово. Когда девушка приводит домой молодого человека, и мама ему говорит, напиши-ка что-нибудь, вот, пожалуйста, несколько строчек, на что маме надо обратить внимание, чтобы зять хорошим оказался? Ну, смотря, что мама ждет. Любящим. Любящим, заботливым. Любящим, заботливым, чтобы как-то вот в семье был мир, согласие и деньги. Это свой почерк. Тогда вот таким он должен быть, если вы говорите, любящим, заботливым. С правым наклоном, читабельный, гибкий, более округлый. Это говорит об эмпатии, о расположенности к другим людям, о том, что человек способен заботиться, он переживает о том, кто вокруг него. Он не безразличен к окружающим. Если такого хотите, тогда так он должен писать. Хорошо. До какого возраста почерк уже формируется окончательно? И личность человека с почерком, как вы считаете? Ну, он всегда формируется. Вот такого окончания, как вот человек всегда живет и развивается, и это бесконечно может происходить, так и почерк может бесконечно развиваться. Но он формируется, давайте скажем так, есть стадия автоматизма. То есть, когда мы только учимся и выписываем буковки, и еще не всегда умеем это делать. Это до какого возраста? До 14 лет. Идет стадия не автоматическая. То есть, когда к вам приходит человек в 14 лет, там, 13 лет, да, и вы говорите, вот почерк такой-такой, но может еще поменяться и личность тоже. Да. А уже в 15, говорите, вот в такой и... У всех индивидуально. А нет. 14 – это средняя температура по больнице. Хорошо. Друзья, если хотите узнать больше, приходите в Сити-класс на мастер-класс Ларисы Дрэгваль. Большое спасибо. Вам спасибо за приглашение. Удачи и будем рады снова вас встретить. Да, я всех жду в Сити-классе. Приходите на мастер-класс. Сегодня в 7 вечера, ну и в интернете всегда можете увидеть, когда... Раз в месяц проходят мои мастер-классы. На сайте есть вся информация и в интернете тоже можно найти Ларису. Всех благ, спасибо. Пишите так, как считаете нужным. Спасибо. И живите хорошо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok